В Магадиши на контрольно-пропускном пункте взорвался грузовик, начинённый бомбами. Погибли не менее 90 человек, в том числе два гражданина Турции. Ещё 125 человек получили ранения. Среди погибших много студентов, а также 17 полицейских. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность. Но власти Сомали обвиняют в атаке исламистскую группировку Аш-Шабаб, связанную с аль-Каидой, которая запрещена в России и других странах. «Цель атаки – терроризировать и деморализовать сомалийский народ и его правительство. Народ и правительство никогда не откажутся от своих целей в области развития и восстановления страны». Президент страны призвал госучреждения и простых сомалийцев оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве. Турецкие власти направили военный грузовой самолёт за телами жертв. Они также эвакуируют 16 тяжелораненых. «Я поеду со своей раненной сестрой Марьяму Абдуллахи Мухаммед в Турцию, поскольку она серьёзно пострадала во время взрыва. Я молюсь за всех раненых, чтобы они поправились». «Выражаю соболезнования сомалийцам и турецким гражданам, которые потеряли своих близких в результате взрыва. Сожалею о гибели двух турецких инженеров. И мы надеемся, что 16 раненых, летящих в Турцию, быстро выздоровеют». Группировка Аш-Шабаб сформировалась в 2004 году и действует в основном на территории Сомали. Атака на КПП в Магадиша стала самой смертоносной в Сомали за последние два года. Полиция Нью-Йорка расследует жестокое нападение на дом Равина в районе Монсе, где проживают евреи-хасиды. Во время празднования Хануки, когда в помещении были десятки человек, туда вошёл мужчина вооружённой мачете. Он стал безразбору, наносить удары. В результате пять человек получили травмы, двое находятся в критическом состоянии. Одной из жертв было нанесено не менее шести ударов. Сам нападавший попытался скрыться на своём автомобиле. Однако люди запомнили номера. В результате полиция задержала его в районе Гарлем. Это 37-летний Томас Графтон. Дональд Трамп призвал американцев вместе противостоять антисемитизму, а губернатор штата Нью-Йорк назвал нападение актом внутреннего терроризма. «Настало время себя защищать. Мы больше не можем позволить произойти тому, что случилось вчера. Теперь к выражению «никогда снова нужно отнестись серьёзно». Мы не допустим, чтобы Холокост повторился». Несколько жителей Монси, которые не исповедуют иудаизм, также вышли на улицы квартала поддержать еврейскую общину. «Мы считаем, что важно выйти и что-то сделать. Даже просто встать у дороги с плакатом и показать, что мы поддерживаем это сообщество и выступаем против преступления на почве ненависти. Антисемитизм – это раковая опухоль по всему миру, и особенно в этой стране». Ранее полиция усилила патрулирование еврейских районов Нью-Йорка из-за поступающих угроз в адрес этих сообществ. Между тем, в воскресенье в Техасе произошла стрельба в церкви. В результате двое человек погибли. Огонь открыл вооружённый мужчина. Его ранил ответным огнём один из прихожан. Причины нападения пока неизвестны. В результате наводнения в городе Кисуму на западе Кении пострадало более шести тысяч семей. Об этом сообщают власти. Наводнение началось ещё перед католическим рождеством. Многие местные жители говорят, что у них нет сухого места для сна. Они опасаются, что ситуация может усугубиться и просят о помощи. «Как мне кормить детей? Всю нашу еду смыло, школьную обувь и книги детей тоже. Вот все мои вещи. Не знаю, куда теперь идти». «Нам негде спать. Нет даже палаток. Нет питьевой воды. А у меня дети, которые учатся в колледже средних и младших классах школы». Власти подготовили для людей временное убежище и предлагают другую помощь. «Более шести тысяч семей пострадало, и власти округа организовали эвакуационный центр в средней школе Касагам. Мы призываем людей, которые серьёзно пострадали, отправиться туда и получить помощь, которую предлагает правительство. Они предоставляют продукты питания, укрытия, одежду. Давайте не будем медлить». Из-за того, что воды Индийского океана потеплели, в Восточной Африке идут аномально сильные дожди. По данным благотворительной организации «Спасём детей» в 2019 году наводнения, оползни и циклоны убили более 1200 человек в Восточной и Южной Африке. Власти Филиппин объявили, что запретили въезд в страну двум американским сенаторам. Они также грозят ввести визы для всех граждан США. Это стало ответом на намерение Вашингтона запретить въезд филиппинским чиновникам, которые причастны к лишению свободы критика филиппинских властей. Демократические сенаторы Дик Дурбин из Иллинойса и Патрик Лихи из Вермонта включили меру в проект бюджета 2020 года. Согласно ей, санкции будут вводить в отношении всех, кто был вовлечён в арест и заключение в тюрьму филиппинского сенатора Лейлы Де Лимы. «Я уже говорила раньше, что у меня нет планов бежать от этих обвинений. У меня нет планов прятаться». Де Лиму задержали в начале 2017 года. Её обвинили в получении денег от наркобаронов, когда она занимала должность министра юстиции с 2010 по 2015. Женщина заявляет, что её преследуют по политическим мотивам. Она возглавляла расследование кровавой войны с наркоторговлей, которую проводит президент Родриго Дутерто. «Правда всплывёт на поверхность в нужное время. Зря они думают, что могут закрыть мне рот, что я больше не могу бороться за то, за что я борюсь. Я разоблачаю ежедневные убийства, другие вопросы – давление и тиранию при режиме Дутерто». Положение позволит госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде любым филиппинским чиновникам, если есть неопровержимые доказательства их причастности к задержанию де Лимы. Варёные яйца – прекрасное начало дня. Главное – вовремя достать их из кипящей воды. Но в этом лондонском кафе вам никто варить их не будет. Всё нужно делать самому. Дело в том, что платы за еду здесь не требуют. В специальный ящик можно внести любую сумму или же вообще не платить. Это заведение позволяет людям любого достатка хорошо поесть в приятной атмосфере. Меню ограничено – яйца, тосты, джем, каша, а также кофе, чай и апельсиновый сок. Кроме того, посетители должны сами помыть за собой посуду и всё убрать. Кафе уже пользуется популярностью. «Мне нравится сюда приходить, потому что здесь приятно посидеть, пообщаться с людьми, поболтать, встретиться с кем-то, позавтракать. Я прихожу сюда выпить кофе и просто отдохнуть». Кафе открыто каждое утро 365 дней в году. В нём постоянно есть два администратора, а в целом здесь работает 12 человек. «Когда сюда приходите, то нет ощущения, что вас жалеют. Мы – неблаготворительная организация, и здесь не ощущаешь, что пришёл в такую организацию. Здесь просто царит дружелюбная атмосфера». Кафе не пользуется услугами волонтёров, всем работникам платят. Также оно не принимает пожертвований. Заведение открыл в 2018 году Гай Уилсон, который работает в сфере страхования. Пока он остаётся главным спонсором заведения. «Обычно такой завтрак стоит несколько пенни. Но если пойти куда-то, то придётся заплатить 7-8 фунтов. Я подумал, что всё должно быть намного проще. Поэтому решил позволить любому человеку достойно начинать утро». Впрочем, Уилсон также ищет способы сделать заведение прибыльным. Например, планирует делать и продавать в кафе пасту, а также устраивать в нём мероприятия. Но главная цель – создать мост между разными слоями населения и сделать местное сообщество более сплочённым. К этому ручью в лесу Коста-Риканской провинции Гуанакасты приходят пумы, мурагеды, тайры, оцелоты и многие другие дикие звери. За их жизнью наблюдают два американских биолога – супруги Винсетт и Линдсей. Они устанавливают фотоловушки в разных уголках леса. «Я многое узнал о природе в Гуанакасте. Узнал, где лучше ставить фотоловушки. Это источники воды, плодоносящие деревья и тропы диких зверей». Супруги уехали из родной Пенсильвании в Коста-Рику 8 лет назад. А в декабре прошлого года запустили проект наблюдения за дикой природой в Гуанакасте. Они сняли уже 10 тысяч видеороликов, на которых запечатлены более 100 видов животных. Биологи показывают видеозаписи в местных школах. Хотят вдохновить юных коста-риканцев, трепет не относиться к природе. «Я узнал, где и как они живут, на кого охотятся, обо всём. Теперь понимаю, что нужно проявлять больше заботы, не засорять леса и не вредить местам обитания диких зверей». Школьникам также рассказывают о губительном вреде чрезмерной охоты и вырубке леса. «Эти дети станут биологами, законодателями и инженерами. Им нужно знать, как важна природа. Мы должны принимать этого внимания. Если дети наполнят этим свои знания, научатся понимать животных, узнают, как их защищать и сосуществовать с ними, это принесёт пользу в будущем». Винсент и Линци установили в лесах уже 40 фотоловушек. Они оснащены датчиками движения и света. Камеры не боятся дождя и выдерживают удары. Биологи намерены расширять проект, чтобы охватить больше заповедников в Коста-Рике. Четверть территорий этой центральноамериканской страны занимают охраняемые леса и национальные парки. «На Таймс-сквер в Нью-Йорке проходит ежегодная церемония Good Readings Day. Жители города и туристы спешат избавиться от плохих воспоминаний 2019 года. Они записывают их на специальных бланках, которые потом отправляют в измельчитель бумаги». «Мы прощаемся со всем тем, от чего хотим избавиться в 2019 году». Люди хотят забыть о таких неприятностях, как обилие паролей для компьютерных программ, пластиковые отходы и травмы. «Я говорю прощай фиолетовому синяку на сломанной лодыжке». Весёлую церемонию Good Readings Day проводят на Таймс-сквер 13-й год подряд. Её организаторы хотят помочь людям начать всё с чистого листа в новом году. Пожар, который охватил бедный район чилийского портового города Вальпараиса в канун Рождества, оставил без домов не только людей, но и домашних животных. Группа ветеринаров организовала приют в местной школе, чтобы ухаживать за питомцами, получившими ожоги и другие повреждения. «Пришлось привезти щенка сюда, поскольку дом его хозяина сгорел. Собака убежала от огня. На следующий день животное пришло в мой дом, а его хозяин пропал. Лапы собаки обожжены, она много кашляла». Вальпараиса известен своими разноцветными деревянными домиками. Это одна из туристических достопримечательностей Чили. Теперь люди бродят среди обуглившихся развалин в поисках уцелевших вещей и своих питомцев. «Моя кошка обгорела. У неё обгорели четыре лапы. Уши, нос и шерсть тоже обгорели. Сейчас ей немного лучше. Но она ещё дрожит, поскольку ей больно». «Она не понимает, что произошло, но понимает, что мы её любим. Очень печально, что это произошло. И не только с ней, но и с другими животными. Некоторые погибли». Пожар начался 24 декабря в лесистой местности на окраине города. Затем быстро распространился по побережью. Под контроль пламя взяли только спустя два дня. Оно успело уничтожить 245 домов и лишить крова более 700 человек.